Сотни пройденных километров, тысячи городов и населенных пунктов за спиной в память о мотобратьях, не вернувшихся из странствий. Краевой центр присоединился к всероссийской акции «Волна памяти». Участники встретились сегодня на Крепостной горе, чтобы вместе преодолеть свой отрезок маршрута. Свои несколько километров с ними проехала Кира Рогожина. Рустам Нурдинов. В пути уже пятый день. Свою «Волну памяти» он начал в Казани. Стартовал 23 числа. По пути заехал на Эльбрус, затем присоединился к общей колонне. Вместе участники этого отрезка проехали почти весь Северный Кавказ. Накануне вечером добрались до краевого центра, где их встретили представители местных мотоклубов. Мне нравится именно эта атмосфера, как люди, как мотобратство. Во всех уголоках России все байкеры, они как братья, они просто душевно встречают. И чувствуется, что ты не один. В каждом городе у тебя есть братья, которые тебе могут оказать помощь или приютить. Ну, вот в этом весь кайф. География проекта «Волна памяти» от Калининграда до Владивостока. Формат мотоэстафета. Участники движутся от города к городу, образовав своеобразный коридор дружбы и безопасности. На всем протяжении маршрута их встречают региональные мотоклубы-организаторы. Они обеспечивают товарищей ночлегом, питанием, если нужно, ремонтом железных коней. Здесь неважно, какой кубатуры у тебя мотоцикл – в клубе ты или свободный райдер. Главное, что все мотоциклисты вместе. «Волна памяти» посвящена всем мотоциклистам, погибшим в дороге. Точка отчета для организации «Волны» послужила трагическая смерть байкера Алексея Барсукова в 2010 году. Его убили возле палатки выстрелом в голову в поселке Жанна Забайкальского края. Одна из главных целей акции – сплотить мотосообщество. И как результат – обезопасить тех, кто путешествует на железном коне. Парень на достаточно маленьком 125-кубовом мотоцикле ехал из Белоруссии, путешествовал из Белоруссии в Казахстан. И мотосообщество провожало его практически от границы России до границы Казахстана. Клубы передавали контакты из рук в руки. Всегда кто-то знал, где он находится, как, что с ним. В случае помощи ему бы всегда был кто-то, кто бы выехал на помощь. Ставропольские автоинспекторы тоже поддержали акцию. Мотопробег через всю страну – это возможность шире осветить тему безопасности на дороге. И объяснить всем участникам дорожного движения, что в пути все равны. Очень важна наша совместная работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Мы надеемся, что наши встречи, совместные мероприятия помогают в снижении количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителя мототранспорта. Весь маршрут мотопробега разделен по направлениям. Волна «Кавказ» заканчивается в Ростове. За сегодняшний день участникам мотопробега предстоит пройти порядка 400 километров. Маршрут такой – Армавир, Тихорецк и ночевка в Ростове-на-Дону. Ну что ж, в путь. От Ростова участники поедут дальше. Сойти с маршрута каждый мотоциклист может, где посчитает нужным. Рустам, например, вернется домой, в Казань. Финальная же точка акции – забайкальский поселок Жанны. Кира Рогожина, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Хорошо. Продолжение следует...